Дорогие друзья, много веков тому назад Иисус, обратившись к Петру, сказал Симон, что значит Петр, то есть камень. И Он сказал, на всем камне Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Поэтому все находящиеся здесь, это есть церковь, которая создана Богом. И Он влек нас сюда, и наши сердца, и мы прошли на это место. Для христианина нет расстояния, нет погоды, потому что Господь призвал нас. А когда Бог нас призвал, то что говорит апостол Павел? Он говорит, Бог избрал в себе народ, очистив в себе народ, особенно ревностный к добрым делам. Христианин – это человек добра, от него не должно исходить ничего, кроме добра и любви. Я расскажу стих, я его уже рассказывал, но всегда, когда его рассказывают, для меня он новый, потому что он так реальный для нашей жизни. Не забуду случай на вокзале, я в поездке дальней был тогда, ждал свой поезд, сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, видно пьян. Шел он как-то странно ковыляя, подошел ко мне и стал просить, добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить. Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож, не на чай ты просишь, а на пиво, думаю, меня не проведешь. На его слова не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес, я знал, что ты не дашь. И пошел походка югусинной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид, вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал, как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял. Да и речь его была нормальной, несомненно, в здравом он уме, на отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке, в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету ковыляя, не иду к буфету, а лечу. И теперь не только чашку чая, все, что он возьмет, я заплачу. Он вошел туда, а я у двери. Жду немного и вхожу в буфет, а глядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, спрашиваю, здесь такой-то был? Инвалид, хромой на обе ноги. Говорит, такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума. Если так Христос к своей невесте подойдет голодный, а она? Говорит о церкви Слово Божие, что по окончанию пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал, скажет, я всего на чашку чая у тебя просил, но ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Продолжение следует...